Здравствуйте еще раз. Мы с половиной класса, собственно, сегодня весело пообщались на тему рисования. Вот на стенах еще немножко, видите, следы наших творческих экспериментов. У нас финишировало занятие по рисунку, поэтому все, что называется, в теме половину, во всяком случае. Но я надеюсь, что и вторая половина сейчас тоже будет в этой захватывающей теме. Итак, у нас с вами вебинар, он же и семинар, для тех, кто заочно в этот вебинар. Соответственно, мы с вами обсуждаем, зачем вообще люди рисуют. А откуда взялась такая тема? Ну, вообще, тема, если кто ходит на эти бесплатные рекламные вебинары, они знают, что я довольно много, естественно, рассказываю про то, что я лично преподаю, а преподаю там курсы и по фотографии, и по рисунку, и по живописи, и так далее. И там много, достаточно информации, которую я сам рассказываю. Но сегодня я подумал, что начну, собственно, все рассказывать, да рассказывать. Наверняка есть интерес, да, а что, собственно, случается с теми людьми, которые действительно вот ходили, ходили на эти курсы. Куда они доходили, что с ними произошло. И поэтому я вот две недели назад, или там три примерно, подумал, что а что, пусть они сами все за себя и расскажут. И разослал нескольким человекам просьбу, вот тем, кто у меня реально учился на вот этих курсах, разослал просьбу, говорю, напиши что-нибудь или там скажи что-нибудь по этому поводу. И из тех вариантов, что мне прислали люди, я выбрал три, так сказать, отзыва, отклика, которые, собственно, хочу вам показать. Мне кажется, они довольно здорово показывают тот спектр вообще задач, да, которые вот приходится решать на этих курсах. То, зачем люди вообще оказываются на этих курсах. Ну, я по-прежнему, если мы с вами, так сказать, уже виделись, большинство мы таки виделись, меня зовут по-прежнему Красновский Дмитрий Валерьевич, я действительно здесь все это вот преподаю. И прежде чем, кстати, предоставить слово вот этим вот людям непосредственно, надо, я думаю, сказать о том, какие вообще курсы в принципе существуют, да, здесь в специалисте и о чем вообще идет речь, да. Собственно, еще я к вебинаристам, я также обращаюсь, ну, кстати, и к тем, кто очень присутствует, я обычно предлагаю такую возможность, мало ли вдруг у вас есть работа, которую некому показать, а хочется, ну и вообще такое случается, да, с творческими людьми. Поэтому вот, собственно, мой e-mail, вот, собственно, мои условия, да, то есть понятно, что мы не можем тратить много времени сейчас на разборы, но если хочется, да, то можно, соответственно, написать мне прямо вот на этот e-mail прямо сейчас, если есть с собой работа, но если позже, то можно и позже написать. Уважаемые вебинаристы, если вы сейчас будете мне отправлять письмецо, то, пожалуйста, сообщите только, чтобы я пошел специально на почту, там, подождал вас, да. Это вот, собственно, ну, нужно не более трех работ, потому что действительно больше не получится. Техническое качество, это имеется в виду, ну, чтобы было что смотреть, да, чтобы можно было там увеличить и разглядеть, ну, и, собственно, указать, да, разбор, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Ну, и вот это отдельное свойство, собственно, которое я указываю, потому что обычно я демократичный и мягко, так сказать, говорю, ну, да, неплохо, большие перспективы, надо двигаться вперед. Ну, бывает, что люди хотят, чтобы так порезче, пожестче, ну, тогда надо указать специально, потому что я, в общем, не сторонник таких жестких мер. Вот, значит, ну, и, собственно, теперь мы с вами можем говорить о том, какие здесь курсы существуют. Значит, во-первых, да, давайте, собственно, разберем, что у нас существует. Во-первых, рисунок первый уровень. Это я просто рассказываю, какие курсы в скобочках, это даты старта ближайших вот курсов, которые прямо реально можешь записывать. 17 ноября стартует курс. Если кто-то, например, пришел и хочет узнать, как на этих курсах занимаются, Аня, ты же не была на курсах по рисунку? А ты думаешь, послушай, у тебя есть не просто возможность, я считаю, что здесь надо использовать весь потенциал, здесь не просто возможность услышать от людей, которые по вебинару, которые там что-то могут рассказать, вот здесь вот есть люди, вот, например, человек, да, или вон, например, там вот сидит сзади, человек притаился, это люди, которые вот закончили этот курс буквально 10 минут назад, прям вот они свежеиспеченные совсем, они просто горяченькие, у них прямо, да, у них прямо можно узнать, звук пропал, Наталья, звук пропал, или скажите, пожалуйста, кто-нибудь еще, звук пропал или есть, установлено. А, понятно, спасибо, все есть. То есть, короче, можно узнать прямо вот вживую, что называется, да, о том, что тут вообще происходит и как, что получается. Вот, значит, есть курсы по рисунку, есть курс по креативному рисованию и скетч-ноутингу, есть такой курс от 15 ноября, он будет, вот, соответственно, чтобы было сразу понятно, курс по креативному рисованию, это курс для людей с нуля, он не требует никакой вообще подготовки, этот курс для творческого развития некоторого потенциала, там можно рисовать всякое разное, то есть, я учу просто, ну, как бы, творческий мысль, что называется, он никак не связан с курсами по рисунку, это как бы та база, на которую, то есть, которая может быть, да, использована с любыми другими курсами. Вот, значит, кроме того, есть техническое мастерство художника, я на этот курс с особого обращаю внимание, тех, кто немножечко умеет рисовать, потому что он стартует 14 января, редкий курс, на мой взгляд, очень классный, я его с вами жду с большим нетерпением, это курс для тех, кто уже, ну, продвигается, кто хочет развиваться, и, собственно, почему я обращаю внимание на то, что вот рисунок первый уровень здесь вот стартует, потому что, в принципе, их можно даже, ну, так сказать, в одной связке заполучить, и еще раз повторю, вот это вот то, что происходит 14 января, это редкий курс, и поэтому советую не прозевать тем, кому хочется реально, да, вот, продвинуться в развитии своего мастерства. Значит, есть еще один курс, который называется портретный персонажный рисунок, есть скетчинг для дизайнеров, обращаю внимание, что если кто-то собирается усовершенствоваться в скетчинге, обязательно сначала нужно пройти курс с первой уровень рисунка, или эквивалентную подготовку, на него иногда на этот скетчинг приходят люди, уже умеющие рисовать, да, но имеется в виду, что они где-то, ну, они сами там дизайнеры, они сами рисующие, да, просто они, ну, в общем, короче, надо понимать, что такой штрих, что такой объем, форма, там, светотень, линия горизонта, точка схода, вот эти все штуки. Вот, значит, практикум по композиции, который я тоже нежно очень люблю, и еще практикум по графическому дизайну, совсем недавно его сделал, это просто, что называется, с пылу, с жару, будет очень классный курс, восемь там занятий, там всякие, то есть это я хотел сделать курс для дизайнеров, чтобы они себе портфолио на нем создавали, и там реально очень там около десяти будет делаться работ, причем разных по направлению, от книжной иллюстрации, там шрифтовая композиция, и графика, и реклама, и, в общем, там такой хороший очень практикум. Вот, это вот шукурсайдс, курс рисования, и совсем бегленько про курс дизайн, поскольку, естественно, они непосредственно с этим связаны, и непосредственно из этого вытекают. Тоже начиная с базовых и кончая все более продвинутыми. Курс, конечно, основа дизайна, курс, конечно, дизайн рекламы, для таких более продвинутых, полиграфический дизайн, это бывший дизайн рекламы, второй уровень, визуальные коммуникации в дизайне, замечательный курс, тоже я его люблю, он такой достаточно длинный, вот, и в нем много вот этих всяких нюансов, которые нужно знать не только дизайнерам. Интерьерный дизайн, этот курс, я его только скоро буду вести, я его пока не веду, поэтому я его выделил таким нежно-голубеньким цветом, он в перспективе, я сейчас набираю для него материал. В принципе, этот курс есть, интерьерный дизайн, здесь специалисты, но я его пока не веду, но я его хочу вести, потому что он как бы в сфере моих интересов. И это уже просто совсем в другую область, то есть он есть, этот курс, конечно, фотошоп, графический дизайн, просто чтобы вы понимали, да, вот всю вот ту, как бы, вот, как сказать, большую область, да, куда можно двигаться, и что можно развивать для того, чтобы все это получалось. Вот, ну и вот это многоточие глубокомысленно символизирует, что, в общем, там реально до бесконечности фотошопы, иллюстраторы, дизайны, до печатной подготовки, и видео, и видеомонтаж, и, в общем, бог знает, что еще. Вот, значит, теперь, собственно, я дальше все просто, я дальше вам, собственно, показываю некоторые картинки и рассказываю, да, немножечко о том, что они все мне тут написали, что они делают. Алиса Новицкая, она замечательный дизайнер, на самом деле, она у меня училась год-два назад, знаете, давайте сделаем так, я вам буду показывать текст, потому что я просил ее написать текст про курсы, прежде всего, я сказал, Алиса, напиши, пожалуйста, вот, что они тебе дали, но она написала про меня, мне поэтому неловко читать это все, поэтому давайте сделаем так, я буду говорить про ее работы, а текст я вам покажу, вот он будет здесь вот сбоку просто располагаться, его можно будет читать, там, она написала страниц на пять, но я оставил самое, ну, хорошо написал, так эмоционально и приятно, и главное, что написала много вот про профессию. А поскольку она действительно, на мой взгляд, очень хороший дизайнер, я очень горжусь ее успехами, то, собственно, вот я хотел показать ее работу, она, как честный человек, просто прислала мне свою портфолио, вот, в общем, я взял из нее выжимки, у нее очень хороший стиль, она такой вот хороший дизайнер. Надо признать, если вот говорить про то, о чем мы сейчас с вами говорим, что пришла она не с нуля, это было бы нечестно говорить, что вот человек пришел, и вот прямо вот так вот хопа за два курса начал вот это все выдавать. Нет, она, в общем, целеустремленно очень работала, она, у нее хорошая была практика к этому моменту, но при этом надо признать, что она многих вещей не знала, просто реально, как многие на самом деле, я уверен, все понимают, что человек иногда сидит, занимается своими делами, вдруг думает, попробуй-ка я что-нибудь порисовать, стану-ка я дизайнером, да, и начинает рисовать, вроде получается, а тут у знакомых ремонт квартиры, они говорят, ой, слушайте, давай сделай нам, и человек уже понимает, что он дизайнер, при этом он ничего не учился, и, то есть, бывает, что дизайнеры есть, а навыков нет, вот она была из таких, она была из людей, которые хорошо что-то, так сказать, чувствуют, но у нее совершенно не было вот этой технической базы, поэтому она, у меня вот занималась на многих курсах, она, помимо курсов, она приходила ко мне еще на всякие, она здесь упоминает занятия по каллиграфии, здесь в специалисте нет у меня таких занятий, но их сам просто индивидуально, не индивидуально, а провожу для моих учеников, и мы с ними общаемся, и вот, собственно, у меня скоро будут еще очередные такие всякие там мероприятия. Вот, значит, соответственно, вот это вот из ее портфолио, она там вот сейчас, может быть, прочитали, упоминала, что она занимается типографикой, это я очень горжусь, потому что я ей, действительно, мне очень приятно, я ей привык, то есть привил вот этот навык умения работать со шрифтом, у нее действительно стало очень хорошо получаться, это вот реально просто перышком мы сидели там в антикафе, я показывал всем, значит, учащимся, как это все делается, ну, в общем, это такая была интересная и очень хорошая практика. Вот, то есть, в общем, хороший специалист, и мне действительно приятно, что она у меня училась, и он, видите, сколько еще интересных выводов и наблюдений она тут рассказывает. Это одна история, это такая чисто профессиональная история, да, был человек-дизайнером, и он усовершенствовался, и сейчас он успешно действительно на рынке работает. Вторая история совсем другая. Бывают люди, которые, собственно, не собираются быть дизайнерами, которые приходят для своего удовольствия. Вот у меня есть вторая замечательная девочка, которая, ой, это еще у нее тут еще, она немножечко мне здесь порассказала, в смысле, попоказывала, там персонажи училась рисовать, кстати, вот она ко мне приходила на курс по скетчингу, и вот там, собственно, я ее научил работать вот таким образом. Вот, собственно, здесь ключевые слова в том, что она сейчас работает в крупной компании, и она обожает свою работу. И слава богу, действительно, это очень приятно и здорово. Вот вторая девочка, Катя Дунаева, замечательная мама двух замечательных детей. Второго она родила буквально месяц-полтора назад, причем она родила и на следующий день прибежала ко мне, значит, на занятую, такой фанат. Причем она очень хорошая мама, замечательная у нее муж, у нее семья, я тут не был на днях в гостях, там, по поводу участия в видеосъемках. Ну, то есть она такая энтузиаст, она активист, она творчески хочет реализовываться, ей все это нравится, приятно. И вот, собственно, она, я тоже попросил написать, и вот у нее совсем-совсем другая история. И, может быть, вот ее, то, что она здесь пишет, если плохо скажете, я могу прочитать, то, что она здесь пишет, это, мне кажется, то, что больше соответствует тем ощущениям, ради которых многие приходят на подобного рода курсы. Она действительно из людей, которым просто нравится рисовать, она действительно, видите, такая довольно типичная история, я не знаю, понятно ли вам это вот ощущение, но я просто знаю, мне многие очень говорили из учеников, что они там в детстве, в юности перестали рисовать, потому что им сказали, что они не умеют, или потому что мама сказала, что ты сначала получи профессию нормальную, да, и они там идут в финансисты, в бухгалтеры, в юристы, да, а потом спустя 20 лет говорят, ну сколько же можно, блин, уже для себя хочется, да, что-то делать. И вот они, собственно, идут заниматься рисунком. Вот она ровно из этих, да, которые сказали, она занималась никакими-то другими совершенно вещами, и вот, собственно, она сейчас теперь замечательно и в свое удовольствие рисует. Понятно, что она не мастер, понятно, что у нее нет такой задачи, она кайфует просто от самого процесса, да, и те картинки, которые я здесь показываю, она мне тоже прислала. Понятно, что это не то, что надо выставлять в музей, какая разница в конце концов, да, она испытывает огромное вот это удовольствие. Я считаю, что она очень здорово поднялась, потому что вначале она рисовала абы как, она испытывает огромный энтузиазм. Вот она ходит тоже вот на всякие вот эти мои мастер-классы, которые я провожу и в рамках специалиста, и вне рамок специалиста. Она подслушивает, что я там рассказываю про каким-то более профессиональным дизайнером, она говорит, а можно я тоже попробую? Ну, то есть ей просто очень это все здорово и нравится. Вот, это вот про эту девочку, про Катю. И, собственно, еще она, одна у меня есть девочка, которую зовут Евгения Романова. История с Евгением Романовой вообще очень интересная, на мой взгляд. Она интересна тем, что человек не просто вот хотел порисовать и так сказать вот как-то с детства там пытался, она сначала вообще не рисовала, она даже не думала, что она будет рисовать, она сначала даже не думала, что она будет художником. А в какой-то момент это случилось, и она, отработав много-много лет юристом, много, 15 лет она работала, между прочим, юристом, она вдруг радикально решила сменить область деятельности. И, по-моему, она очень хорошо все излагает, ну, как юрист она очень здорово умеет говорить, и как девушка она обаятельна, и поэтому, и главное, что как творческий человек, она готова тоже на всякие творческие эксперименты, поэтому я ее попросил, говорю, слушай, а давай с тобой видеоинтервью запишем, в чем это все, тексты, это тексты. И мы записали видеоинтервью. Поэтому сейчас я буквально ей прям предоставлю непосредственно слово, она сейчас все сама расскажет, мы с ней побеседовали, она ко мне приехала тоже на занятия, и мы 15 минут с ней поболтали. Это вот те работки, которые она делает. Почему я именно эти работы сюда выложил? Потому что это работа, на мой взгляд, которая показывает, что человек не просто рисует, а ему хочется какой-то смысл выложить. У нее все время есть идеи, которые хочется выразить. Вот этот вот замечательный социальный плакатик, согласитесь, очень, по-моему, астроумный, хороший. У человека просто вот его прет, вот от него много идей, которые хочется выражать, и она хочет на этом языке говорить с миром. Вот эта вот нижняя картинка очень милая, на мой взгляд, которая демонстрирует, что ей не чужда все эти девичьи такие штучки. Вот это вот, собственно, задача, которую я в свое время давал. Я говорил, давай попробуем. То есть не ей, а вот у меня было несколько учеников. Я им говорил, давайте попробуем сделать вот такого рода работу. Например, слово «счастье». Оно разное. Вот как оно может быть? Оно такое, сякое. Вот. И вот, собственно, это вот то, что я хотел вам показать. Да, вот, собственно, сейчас мы покажем, посмотрим, да, прям посмотрим немножко кино. Я вам покажу прямо про Женю. Мне кажется, будет интересно начать, чисто вот, кто-то и была изначально. Вы как-то получили? Я учу по профессии юрист, но в какой-то момент в своей жизни наконец-то услышала свое естество. И поняла, что хочу быть на самом деле графическим дизайнером. И мне в совершенно дни помеха не возраст, не опыт, не семейное положение. А юристом, прости, ты долго пробыла? Да. Работаю с 18 лет. То есть уже там почти... Вы, конечно, уже состоявшийся специалист. Почти 15 лет. Но я твердо убеждена, что любой дизайнер, я пока ничего не могу назвать, но я стремлюсь к этому. Должен обязательно уметь визуализировать свои мысли, свои идеи, идеи собственноручно. В общем-то, это побудило меня пойти на курс рисования. И с этого начался мой путь и специалисты, и... Прости, а ты рисовала для себя, будучи юристом еще? Да, рисовала. Это мой секрет. Но я рисовала как бы нигде не училась, просто сама там что-то рисовала, что-то там, какие-то почерпушки, наброски. Но серьезно этим никогда не занималась. И, в общем-то... Ты считала, что ты просто такой милой личной частью... То есть, у меня всегда там документы рядом, на которых я там все фантазирую, да? Ну, в общем, с каким-то небольшим опытом я, конечно, пришла на курс рисования, но не скажу, чтобы мои знания были как-то систематизированные и основательные такие. Вот. Поэтому для меня важно было в том числе, помимо практики, получить какие-то теоретические познания там по композиции, по... Вообще по светотени, вообще по тональности, по перспективе. Вот это вообще было полное открытие. Для меня я никогда не задавалась этими вопросами и никогда вообще в жизни не сталкивалась с этим. Но вот это побудило меня к тому, чтобы развиваться дальше и в этом направлении, ну, значительно знание углубить. А ты знал, каким ты хочешь быть дизайнером? Ну, там, графическим или так, честно, вот что-то неопределенное? Или как вы не делаете? Я, честно говоря, до сих пор вот так чётко не знаю, что я именно хочу. Мне вроде нравится и графический дизайн, но в то же время иллюстрации и вот всё, что связано с рисованием непосредственно, мне тоже очень нравится. Но это всё-таки такие смежные категории. Легко притекаемые. Да, и я не ограничиваю себя, вот я буду графическим дизайнером и больше никем. Я думаю, что это можно как-то совмещать и в любом случае, ну, одно друг друга дополняет. Первый курс какой был? Рисование. Академические, которые рисуют? Да, да, первый, ну, базовый рисунок. Ты для себя, ты сама выбрала программу, да? Я выбрала для себя, да, просто. То есть я, когда не консультировалась, там вот какие-то вот есть там эти самые, комплексные программы, ты просто для себя решил, что тебе на цех нет. Потому что я вот обязательно пойду и очень рада, что попала именно на Дмитрию Валерьевичу. Ну, блин, это тоже приятно. Я считаю, что это очень хорошение моей педагогической практики. Вот. Ну, курс такой был информативный и мы начали, значит, как сейчас помню, от заточки карандаша. Да, ну, я что-то. Да, а закончили уже просто композиционным тональным рисунком с построениями, со всякими там. Причем это довольно сложная, по-моему, да, вот работа, вот эти вот, ну, текстурные, по-моему, тюрьмок там. Ну, всякие, да, вот можно даже для сравнения показать, с чего начинали. Начинали, как и все начинают, с обычных методов рисования. Да, да, плаваемо, да, все просто как родное. Вот, но впоследствии вот какие-то более-таки сложные уже текстуры. Это дома. Да, так сказать, вероятно, она реально очень здоровая. Вот за это, как он учился, с этим. И жесткости, и всякие покрытия такие алюминиевые. В общем-то... А ты, кстати, извините, передал. Ты знаешь, что в январе у меня стартует курс по текстурированию? Нет. Графическое мастерство. Он наконец-то появился. Он наконец-то появился. И его поставили в январе, в днём, в вечерами. В праздничном? Нет. Просто в обычные дни. Прекрасно, потому что с января я увольняюсь. А, вот так как будто из юриста. В свободном плавании. Пока не знаю, куда я увольняюсь, но просто увольняюсь. Вот начнется. Просто что, ну, я вот это самое, ну. Я давно этот курс ждал, вот он будет... Да, и мы тоже. Мы весь курс ждали после того рисования декабря. Да, 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 да. У меня люди уже просто все копытом бьют. Ну, я сколько отзывов написал в анкетах. Вот это все, это по действиям. А я все время обращал внимание, говорю, видите, люди пишут? Вот обратите внимание. Да. Такие преданные, верные люди, хотя бы учились. Да. Здорово, короче, в январе. Прекрасно. Покажи эту вот с текстурой натюрмопти замечательную. Вот это, наверное, да? Вот это, да. Такая новогодняя тематика была как раз при Новом Годом. Угу. Шапочки, носочки. Да, по сравнению с кубиками, это, конечно, класс совсем-совсем просто. На принципе, я на дорогой шапке. Мишечки. А, это еще вязаный плед. Да. Пытался. Поэтому вы видите, что человек невероятный, выстремленный, аккуратный. Вот что значит юрист? Может быть, надо художникам, дизайнерам говорить, что они шли сначала на юристов, когда поработали. И тогда будет получать. Ага. Не знаю. Как-то помогает. В общем, ты продвинулась. Как ты ощущаешь? Да, продвинулась. И что хотелось бы отметить, вы нам всегда тоже отвечали. И вот это у меня прям засело в голове. Что не нужно быть таким срисовщиком. Нужно, да, поначалу брать основу, форму и учиться техническому мастерству. Но все-таки настоящий художник, чтобы назваться художником, должен все-таки брать образы и средства, так сказать, выразительности из себя, из своей головы. И рождать их самостоятельно, ниоткуда ни средства. Ну, это правда, я убежден в этом. И это действительно тоже так мне помогает впоследствии. Помимо технических приемов, которые были на курсе, они тоже, конечно, значительно расширили потенциал возможностей. И как-то стало проще начать, просто взять, начать. И второй курс ты пошла на... На креативное рисование. Тоже это, например, сознательно. Именно потому, что решила в эту сторону. Да, это был такой дополнительный курс, ну, построили дополнительные программы. Потому что, понятное дело, что просто рисованием, как я уже говорила, дело не ограничивается. Нужно креативные эти навыки развивать. И с учетом моей будущей, так сказать, специализации и компетенции, это вообще с тремя восклицательными знаками необходимо. Именно учиться креативно мыслить. Что значит креативно мыслить, как раз тоже раскрывалась на этом курсе. И с приведением конкретных способов, с отрабатыванием это все на практике. Жаль только коротковат. Коротковат, но все равно это просто такой взрыв в голове информационный и такой познавательный сферный, такой чувствительный. Потому что, ну, действительно, очень много приходится и воображать, и творить. И в этом плане, конечно, очень интересен курс, построен интересно. И много техник применяется, которые такие вроде бы простые, но так сам к ним не придешься. Покажи, у тебя, по-моему, там есть еще парочку хороших причин. Именно такие, действительно, вот, то, что ты говоришь, простые. Да, простые, то даже с детьми можно делать. А у вас в группе были там детишки, я не помню? Не, не было детишек, не было. Просто иногда... Я бы своего привела в группу, мне кажется, ему это очень понравилось. А, сколько ты ему сейчас? А, в первоклассе. В семь, да. То есть, вот это вот, как это называется, клексография. Клексография, да. Превращение клекс каких-то существ. С замысливанием, да, да. Они еще разные получили. И всякие вот такие вот вещи, да. Это ниткография. А, это уже ниткография, да. Это ниткография, конечно. Тоже очень интересно. Ага. Так, прям креативно. Как раз то, что нужно. А, вот еще, кстати, какой-то смешной. Это клексография с трубочкой, я помню. Да. Это же, это раздувалось с помощью этой соломерки. Да, раздувалось и додумывалось. Додумалось, да. Ну, а помимо всего прочего, мы же, вот я, правда, забытос немножко, или на скетчинге мы там затрагивали шрифты, нет? Да, конечно. Это на том, который для дизайнеров. А, это на скетчинге, а на креативном рисовании? Нет, для этого рисования, ну, иначе, я рассказываю, что у дизайнера, я рассказываю, что это уже ваше. Другое дело, что поскольку он такой вот с нуля, я стараюсь не травмировать психику, знаешь, незрелую. Теперь я травмирую. Я говорю с этим всеми вещами. Просто вдохновение. Да, да, это просто вот то, что ты... И вот для дальнейшего, так сказать, куда можно развиваться, в каких сферах что-то еще себя развивать, да. Сейчас, в общем-то, настолько это популярно, и везде востребовано именно такое хедмейд творчество, что это действительно, ну, очень важно. Здорово. Хорошо. И, подождите, когда это было, то все напомни, пожалуйста. В январе. А, ну, то есть это было, ну, это было уже прилично, чтобы быть здоровым. И вот мне, знаешь, что интересно, пользуясь случаем, то есть ты ощущаешь, что это дало тебе импульс вот для всего такого, да, что... Да, у меня вот стало чуть-чуть легче, вот, боязнь белого листа, как я вот говорила, она, ну, конечно, она не в полной мере, все равно я очень, прям, супер владею тому, понятно, куда нужно развиваться, ну, по крайней мере, я знаю вот варианты и способы вот этой вот, как можно выразить себя, свою мысль, тем более, вот, как дизайнера, да, и я думаю, впоследствии это прямо очень можно во многих вещах применять, и какие-то, ну, действительно, в каких-то решениях, которые, ну, дизайнер должен решить, да, какую-то задачу решить, можно лучше это все использовать, то, что на креативном рисовании было с легкостью. А, слушай, а они просто ради попыста, а ребенокого не показывали ничего? Показывали, мы более того пробовали, все ему очень понравилось. Ага, то есть эти все фишечки он тоже... Он прям, да, он прям сгорелся, ему прям, это потом было просто неостановительно. Он как-то приходит домой, такой полный, я тут немножко покликсографил. Ну, так, ну, в этом, собственно, это здорово, это хорошо. Да, его прям зацепили, что делать, действительно. Ну, вот, я позвольте на этом оставить, Женю. Ну, собственно, я почему вам хотел показать, потому что лучше не скажешь, на мой взгляд. То есть вот те вопросы, да, и проблемы, которые возникают у начинающих, да, и то, собственно, ради чего хочется послушать человека. Мне кажется, она все, вот, ну, я ей там поспрашивал, мне кажется, она все, собственно, замечательно и изложила. Вот, вот такая вот, собственно, история, друзья. Ну, то есть если остались какие-то непонятности, сомнения, да, или то, что хочется обсудить, конечно, мы с вами можем это все еще пообсуждать, если ко мне лично остались, да, вопросики. Вот, но это вот то, что я хотел вам, собственно, показать. Это вот, собственно, наш e-mail, по которым, как вы, конечно, понимаете, можно записываться, да, на всякие разные курсы. Если остались какие-то темы, да, конечно. Ну, я перед тем, как сюда прийти, уже у меня в голове что-то формулировалось. Ну, как раз вот по ходу дела и тоже что-то говорили. Дело в том, что я абсолютно далеко от этой деятельности. И многие годы занятия компьютерами, в принципе, я не собираюсь менять. Но, с другой стороны, обратим внимание на эту сферу деятельности. Ну, мне хотелось бы вот расставить точки на очень таких элементарных для вас понятиях, для многих, наверное, учащихся. Ну, у меня такой вопрос, он включает маленькие подвопросики. То есть, вот, что же есть технология? Вот, допустим, бывает, вот, даже в художественных каких-то фильмах или вот в текстах, там, герои, как-то один другого говорит, что художник там не нарисовал картину, написал. Да, я про это все время говорю. Это очень простой вопрос, это прекрасный вопрос. Все очень просто. Рисуют рисунки, пишут живопись. То есть, картина – это произведение живописное, да? Ну, это имеется в виду кисточка. Совершенно верно, да. Живопись – это то, что делается кисточком, мазком, если говорить правильно, да? А графика – это то, что делается штрихом. Так вот, штрихом рисуют, мазком пишут. Вот и все. А применять на компьютере, если я там, говорят, рисую на компьютере? Ну, рисуют на компьютере, но это в том смысле, что калякает, малюетно. Ну, как бы такой универсальный, обобщенный термин. Понятно, что есть имитация живописи, да? Там какая-нибудь программа типа Coral Painter, там, где имитируются реальные технологии и техника живописи. Но, в общем, в целом, мне кажется, есть же еще третье, собственно, слово – компьютерная графика, да? Как некоторое такое отдельное. Но в моем, понимаем, все-таки, вот таком, ну, даже не моем, а академическом графике – это именно все-таки рисунок, да? А живопись – это вот как бы, то есть два направления – графика и живопись. Вот еще такое есть понятие – станковый живопись. Да. Станок – это мольберт. Мольберт – это, собственно, то, понятно, куда ставят картину. Такое действительно распространенное существует. Ага, вижу вопрос, сейчас на него расскажу. Станок, в общем, это то, что делает картина как таковая. Например, когда я был юным, и я был художником, я, в общем, не был художником-станковистом. То есть картины я не рисовал. Я рисовал иллюстрации, я рисовал там какие-то, да, там, фирменный стиль. Но в народном… У вас не было мольберта? Представляете, у меня не было мольберта. Я назывался художником, но у меня не было мольберта. Потом, правда, я купил. Но совершенно для конкретных задач. Но мольберт – это совершенно не то, что есть у каждого художника. Художник – это тот, кто занимается изобразительной деятельностью. А станковая изобразительная деятельность – это вот, собственно, да, вот непосредственно картина, как законченное произведение искусства. Художнику-иллюстратору – это не нужно. Художнику, разрабатывающему там фирменный стиль, да, там, веб-страницы – это все абсолютно, понятное дело, не нужно. То есть, в общем, станковая – это конкретное совершенно направление. Вот там в Суриковском институте будет писать картины, которые вешают на стену. А в народном сознании, что я начал говорить, это, собственно, часто смешиваются понятия. Поэтому, когда говорил я, что я художник, я сразу говорю, нарисуй меня, нарисуй картину тогда, ну-ка. А что ты рисуешь, какие картины ты рисуешь? Такой часто девушке вопрос задавали чудовищный. Я понимал, что если не надо дружить, потому что мало того, что она не знает, что можно не рисовать картину, она еще говорит, рисует картину, не пишет уши. Это был такой серьезный очень критерий отбора. А вот тогда приведительно к вашим курсам, вот какие, ну, все равно, в любом случае, нет маргерта, есть 100, там, все равно это как станок. Ну, будем считать, что… Какие инструменты у вас используются на курсе? На академическом рисунке карандаш, да, просто карандаш, он академический. Курс называется академическим именно потому, что такая базовая основа. И карандаш – это универсальный инструмент, с помощью которого изучают вот самые-самые базовые основы, которые… Они разные бывают? Карандаши по твердости разные, да. По круглости. Вот какие? Приходите на курс, и вы все узнаете. Ну, нужна линейка карандашей от 2H, грубо говоря, до 3B. Они разные? Разные, конечно, потому что у них у каждого своя немножечко задача. А живопись – это значит… Живопись – это другое, это совсем другая стиль. Это краски кисти, да. Анна спрашивает Мастякова, а если меня интересует создание концептов персонажей, некоторые навыки по рисованию уже есть, какой курс бы посоветовали? Значит, Ань, я бы посоветовал вам вот что. Во-первых, убедиться в том, что у вас уровень рисования достаточный. То есть, понимаете, да, ну, как бы понятно, что некоторые навыки у многих есть, но все-таки нужно иметь некоторую базу, да, такую достаточно уверенную, связанную с пониманием перспективы, штриха, да, там форма образования, светостеневого и так далее, моделирования. Если у вас с этим нормально, я бы посоветовал курс, собственно, вот второго уровня, который называется «Рисунок человека и персонажа», если вам нужна такая достаточно серьезная подготовка. В принципе, сходные задачи решаются и на других курсах по рисунку, и в частности, вот даже тот, который называется, вот который будет в январе, он, конечно, немножко подальше, он не прям про персонажей, не буду здесь лукавить, но он во всех случаях про текстурирование, что в моем представлении очень важно для создания убедительного, качественного рисунка. Кроме того, так что вот такая вот история. Ну и потом надо отметить, что эти курсы, линейки все время, они расширяются, пополняются, вот курс по, то есть вот эту практикуму по графическому дизайну, практикуму по композиции, но композиция вам не нужна. В общем, вещи-то хорошие, конечно, я люблю этот курс, но вам, я думаю, он уже не нужен. Полгода Академии делаю свое дело. Вот, ну вот, друзья, вот такая собственная история. Я просто не могу держаться, мы уже недавно смотрел такой фильм про футуристов. Вот это вот время деволюции и так далее. Вот скажите, как вы считаете, есть ли креативность вот в картине Малевича «Квадрат»? Ну, конечно. В чем это? В том, что до него никто это, во-первых, не делал, а во-вторых, картина Малевича «Черный квадрат» – это не просто картина, это манифест. Манифест определенного направления в искусстве. И этим она, собственно, и хороша. Да, он, собственно, этой картиной сказал, что, ребята, надо смотреть внутрь себя. Да, да, не надо искать картинки, а вы загляните внутрь себя и внутри вас Вселенная. Вы там все увидите, да, поэтому даже просто в простом черном квадрате можно увидеть любую, в общем, все, что вообще вот в вашем сердце есть, то и вы и обнаружите. Никаким другим способом это сказать нельзя. Это можно было сказать гениально просто, только вот этой самой картине. Вот и все. И то, что она, собственно, вызывает столько споров, да, и столько непонимания, это как раз говорит о том, что он это очень сделал единственно правильным способом. Ну, там в фильме как раз вот тот, кто этот автор создавал, он говорил о том, что перед этим был еще спектакль «Погасшее солнце». Тоже там гандистов. То есть это вот навело его на мысль просто «Погасшее солнце». Ну, почему бы и нет, да, одно другому разве противоречит. То есть тут можно понять, и причины, следственные связи, они самые разнообразные. Факт тот, что это, собственно, произведение, которое и является вот этим вот выражением абсолютной такой свободы, да, или абсолютной смерти. Все доведенное до абсолюта. Вот о чем эта картина. Вот, друзья, значит, Аня спрашивает насчет встречи. Аня, ВКонтакте меня найдите, и там, собственно, вся информация, как раз, наверное, завтра-последователь буду вешать. ВКонтакте я ищусь прямо вот Дмитрий Красновский. Мой ID, ну, да, вот этот вот, собственно, как мне искать, Д, 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 К, 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 латинские буквки. Три маленькие Д, три маленькие К. Вот. Собственно, вот все, все, что я вам хотел сегодня рассказать. Так что творческих вам успехов, всяческих открытий. Вперед с песнями, с красивыми картинками.